Приветствую вас. Давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Я бринетка, мне 22 года. Мне многие говорят, что я на барби. Похожи, потому что наши розовые и малиновые цвета в одежде вполне стильно одеваются. Я не хочу быть в черно-белой гармой, как все остальные. Я думаю, что девушка, которая любит себя, наденет розовый. Но почему только сейчас такой образ не пользуется популярностью? Так как, наоборот, больше пытаются по женщинам вам покосить, как мне кажется. И каков образ девушки Барби в современном обществе вообще? Спасибо за внимание. Но образ девушки Барби никак не связан с тем или иным цветом, на мой взгляд. Вот, на мой взгляд, образ девушки Барби, это больше скорее про, ну вот, как вы сказали, да, значит, вы тут этого не пишете, да, но вот, девушка куколка. Вот, соответственно, к цвету это отношение не имеет, можно быть, в принципе, похожим на куколку и, там, в черно-белом цвете. Вот, можно быть, похожим на куколку, без привязки к цветам каким-то, вот. Другой вопрос, значит, что вы, как бы, противопоставляете себя другим, и вы обобщаете, посреди всех девушек вы обобщаете. Говоря о том, что, если девушка себя любит, то она наденет рот. Да нет, на самом деле, ну, это обобщение, на мой взгляд, ничем не обоснованно, вот, потому что у людей разные цвета любимые есть, и скорее я бы говорил о наличии нелюбви к себе, в случае, когда имеет место быть, вот, ну, скажем так, такое уравнивание, да, то есть, ну, то есть, когда мы, значит, вот, всех людей, да, пытаемся как-то вот, ну, под одну какую-то, дадите какой-то стандарт подвести, игнорируя при этом вкусы людей, игнорируя при этом их предпочтения, игнорируя при этом их опыт, игнорируя при этом то, что им, например, могло бы понравиться, да, и так далее. Вот это, мне кажется, куда более, куда больше здесь проявлений, проявлений нелюбви, нелюбви к себе, нежели чем в том, о чем вы говорите. Поэтому, на мой взгляд, то, что вы делаете сейчас, вот, как-то пытаетесь, ну, пытаетесь, значит, противопоставлять себя другим, это вот краски являются в данном случае психологической проблемой, вот. Которую нужно, в общем и целом, решать, как мне кажется. Вот, потому что, ну, иначе вам будет довольно непросто, а в ряде случаев и совсем, ну, совсем тяжело и трудно. Вот. То есть, если вам нравится то, как вы одеваетесь, да, если вас устраивает то, как вы выглядите, то, что, честно говоря, я абсолютно не вижу никаких причин, ну, что-то делать, да, что-то менять и так далее. Потому что, ну, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, очень легко можно себя как-то вот потерять, да, очень легко можно переключиться на моду, то, что, мне кажется, происходит с вами, к сожалению. Вот. И, в общем и целом, как-то вот забыть, да, о том, что вам важно, дорого, ценно, что вам нравится и так далее. Вот. То есть, ну, опять же, по моему мнению, сейчас вы противопоставляете себя, как я уже сказал, другим людям. Вот. И, в общем и целом, ничего хорошего из этого получиться, в принципе, не может. Вот. Поэтому я бы вам рекомендовал в этом смысле здесь подумать, вот что, что вы... и подумать, не хотите ли вы быть черно-белой гамме, потому что вам черно-белая гамма не нравится, или вы не хотите быть черно-белой гамме, потому что не хотите быть как все. Вот. Эм... Почему только сейчас такой образом пользуется популярностью? Ну, это связано с модой. Мода довольно, так скажем, быстротечно. То есть, то есть, вот. Мода это то, что очень быстро меняется. Вот. Мода это то, что очень быстро изменяется. Эм... Значит... Эм... Ну, становится... Эм... Ну, становится... Эм... Неактуальным. Вот. Эм... По большому, ну, по большому счёту. Эм... И, в общем и целом... Ну, вот, на мой взгляд, мода это то, что требует, ну, знаете как, вот, такой какой-то постоянной гонки, вот. И, по большому счету, ну, как мне кажется, да, вы себя вот в это состояние вводите, когда говорите о моде, как бы. Ну, вот, ну, и, в принципе, ничего хорошего для вас в этом, ну, как бы нет, в принципе. Вот, то есть для вас в этом ничего, ну, ничего такого позитивного нет, к сожалению. Ну, вот, как, ну, как мне, как мне, опять же, кажется, да, и как мне, опять же, представляется, как так скажут. Вот, я думаю, что примерно, ну, примерно, примерно, вот, плюс-минус, такой ответ я бы мог вам сейчас предоставить, да. Вот, конечно, есть разные варианты, безусловно, то есть, безусловно, но, вот, в общем и целом, это работает плюс-минус вот так. Другой вопрос, другой вопрос. Зачем вам быть барбом, то есть, если, если, например, вначале я подумал, что вам, вот, ну, просто, просто нравится, да, вот, ну, там, розовый цвет и так далее. Вот, я, если, если вначале я подумал, что вам это просто нравится и просто вам это подышал, вот, то сейчас я больше, если честно, думаю о том, что вы хотите быть, как бы, ну, в центре, в центре, в центре внимания. Вот, и если это, если это так, то вот эта вот проблема может быть, ну, действительно, довольно, довольно, ну, довольно серьезной. Вот, и, соответственно, вам необходимо, как мне кажется, вот, с этим работать, ну, в первую очередь, да, понимаете, о чем идет речь. Вот, поэтому, тут, мне кажется, вот, такой момент, такой аспект имеет место быть. Ну, вот, значит, с точки зрения, с точки зрения психологии, я бы вам ответил, вот, примерно так. Ну, и, да, очень важным, очень важным моментом является, конечно, то, что вы, вот, сами, для себя считаете проблем, ну, ну, то есть, ну, то есть, какую проблему вы, там, хотели бы решить, да, то есть, вот, ну, какую, ну, какую бы проблематику вы хотели бы решить, вы хотели бы решить. Вот, то есть, то есть, какой, ну, какую задачу вы ставите перед, значит, психологом, в данном случае, вот. Определитесь, пожалуйста, с этим. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам интересен, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам это будет вероятно. полезен, если вы, ну, решили, вот, значит, заняться, заняться собой, если вы решили заняться, ну, психотерапией, вот. Удачи вам! Обращайтесь! 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 Обращайтесь!